И я приду к тебе на лыжах, со мной придет весна, ты слышишь, как бьется, вьется твое сердечко, возьми и с собой чуть-чуть любви. Приветствую всех любителей лыжных гонок, девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам открывается в Лерусе. В горнолыжном курорте Франции. И сейчас ждем начало женской гонки с раздельного старта на 10 километров свободным стилем. 39 спортсменок у нас заявлено, не так уж и много. Некоторые спортсменки пропускают этот этап планово, некоторые по болезни. А кто-то наоборот, через эти старты будет набирать соревновательную форму. Итак, видим температуру воздуха у нас 4 градуса ниже нуля. Круг у нас получается 3 километра 330 метров и таких, и этот круг придется спортсменкам пройти трижды. Перепад высоты 60 метров. Набор высоты на круге 125 метров. Такой довольно стандартный круг Кубка мира. И на ваших экранах профиль этой трассы. Видим, сначала идет набор высоты, потом спуск, еще раз набор высоты, и дальше уже круг завершается в основном спуском. И вот уже вновь вам показывают стартовый протокол. Здесь, видим, по 10 номерам у нас выступает казахстанская спортсменка Камила Махмутова. Пожелаем ей, конечно же, удачи. И гонка у нас начинается. Первая участница убегает на дистанцию. Дальше у нас Катерина Разумова должна убежать. Выйти в стартовый городок. Чешская спортсменка. И как раз мы ее видим. Второй номер на своих экранах. Дальше француженка готовится. Джульетта Дукардо. Ну, а здесь уже по дистанции нам показывают Ранхельхагу. Отрезок полтора километра, естественно. Она здесь проходит ее... Этот отрезок дистанции первый, так как она выступает под первым номером. Казахстанскую спортсменку, к сожалению, провестили. А вот Джессику Дегинс, естественно, нам показывают. Одиннадцатый номер. Я смотрю, пока на разгоне полтора километра первое время показывают Жульетта Дукардона. Девять десятых секунды она опережает Ранхельхагу. И вот как раз француженку нам сейчас показывают на этом отрезке дистанции. Неплохо француженка разгоняется. И пока отмечается с первым временем. Разумова здесь проигрывает ей две секунды. Находится на третьей позиции. Дальше готовится Кертунисканин по тринадцатым номерам. Естественно, Финку нам покажут. Не принимала она участие на чемпиоте на Норвегии на десяти километровке. И посмотрим, в какой сейчас форме находится Хейди Вэнг. Отправляется норвежка на дистанцию. Пожелаем ей удачи. Дальше у нас стартует андоррская спортсменка под шестнадцатым номером. Ее старт, скорее всего, не покажут. Нет, все-таки показывают андоррку. Готовится она выйти на старт и убегает на дистанцию. Но на старте Кристо Пермякоски. Очень опытная финская спортсменка. Убегает на дистанцию. Напоминаю, что спортсменки бегут с раздельного старта. Десять километров. Круг у нас три километра триста тридцать метров. Так, а здесь нам на отрезке полтора километра показывают Джессику Диггенс. Американка. И да, чешку она обходит на пять целых шесть десятых секунд. Итак, Джессика Диггенс у нас на отрезке полтора километра по-прежнему лидер. Тут Керту Нисканен уже проигрывает 11 секунд. Хелену Марию Фоссесхоль нам показывают. Также и Лотта Уднес-Вэнк побежит, которая была первой. На норвежском чемпионате. Так что она тоже является лидером. Ну а на старте шведка. Ее, конечно, не пропустят. Эбба Андерсон. Восстанавливалась после болезни, коронавируса. И, конечно же, мы сейчас ее наблюдаем на Кубке Мира. Хайди Вэнк на разгоне. Видим здесь пятую позицию занимает. 8 секунд проигрывая. Джессики Диггенс. Пока американка держит лидерство на отрезке полтора километра. И вот смотрю на отрезке два километра. Это 500 метров после отрезка полтора километра, естественно, здесь. Джессика Диггенс по-прежнему первая. Янатова проигрывает уже 6 секунд. Дукардо 8. Хейди Вэнк 8,6. Керту низко не на 11 секунд. И видим, что Кристо Пермякоски на разгоне показывает второе время, проигрывая всего 3 секундочки Джессики Диггенс. Ну что ж, Джесс неплохо задает скорости в начале этой гонки. И пока первая на отрезке полтора километра. Ну а здесь мы увидим двукратную олимпийскую чемпионку 33 номера. Ингвильд Флюкстадт-Ойсберг. А на старте Сильета Дорсон. Тоже уже довольно опытная спортсменка, хоть и не обладает она такими высокими титулами. 27 номер. Норвежка уходит на дистанцию. Итак, посмотрим, что покажет она у нас Рози Брэннон. Отрезок полтора километра. И третья позиция 4,6 от своей соотечественницы. Так, я смотрю, по-прежнему на отрезке 3,3 у нас лидерство за Джессикой Диггенс. И уже 13 секунд она привозит Катерине Янатовой. Керту Нисканен вышла здесь на третью позицию. 15,6 проигрыш. Джулия Керн 15,9. И вот Ранхельд Хага на отрезке 3,3. Пятая позиция, 16 секунд отставания. Дукардо, француженка, уже проигрывает здесь 21 секунду. Седьмая позиция. Американки уже точно будет проигрывать, но не так уж, я думаю, много. Около 5 секунд. Нет, 4 секундочки. Третья позиция пока достойна. Все-таки повторюсь, что Эбба Андерсон принимала участие на скандинавском кубке в Фалуне. 13 января. И тогда она была первой. Оставила она позади за собой Хагу. В 32 секундах. Флору Долси показывают француженку. Тоже неплохой разгон. Отодвигает она на четвертую позицию Эбу Андерсон. Но на старте Инвельд Флюкстад Ойсберг. 33 номер. 32-летняя спортсменка. И вот там 17 номер. Скорее всего она будет работать за Кристо Перми Квёски. Довольно удачная пара образуется. Сказывают нам на отрезке 5,3 Катерину Янатову. Выигрывает она тут полторы секунды у Хаги. И вот смотрю на отрезке 3,3 у нас по-прежнему лидирует Джесси Диггинс. И здесь в 8 секундах от нее Рози Брэннон. Но все-таки относительно своей соотечественницы Рози Брэннон постепенно проигрывает. Кристо Перми Квёски здесь на третьей позиции находится в 10 секундах. Дальше что у нас происходит. Отрезок 4,8. Ну и еще не все лидеры здесь прошли. Прошла правда Джесси Диггинс. 20 секунд она уже привозит Катерине Янатовой. Ясми Йенсу здесь уже 33 секунды проигрывает. И Ева Уривц на старте. Посмотрим, что сегодня покажет нам Словенко. И вот видим Джесси Диггинс. Отрезок 5,3. Лидер сегодняшней гонки. Пока еще ни один отрезок она не проиграла. Хотя там Эба Адерсон начинает добавлять отрезок 3,3. И в 2,5 секундах шведка от Американки. Тут у нас еще продолжают стартовать спортсменки. Американка убегает на дистанцию. Хелли Свербл и Дельфин Клодель, последняя участница этой гонки, готовятся уйти на старт. Ну что ж, француженки тоже пожелаем удачи. На отрезке 4,8 Хэйди Вэнк у нас находится в 20 секундах от Джесси Диггинс. Здесь нам на разгоне показывают Лоту Уднес Вэнк. Ну и пока не самый быстрый разгон. 10 секунд проигрывает она Джессики Диггинс. На отрезке 5,3 Керту Нискнин. Проигрыш 21 секунда Джесси Диггинс. И вот нам Финку здесь показывают. С итальянкой здесь бежит. Интересно, что покажет Озберг на первом отрезке дистанции. Полтора километра. А тут интересное противостояние у нас получается. Эбба Андерсен совсем близко от Джессики Диггинс. Озберг отмечается на отрезке полтора километра. Седьмая позиция, 5 секунд. 5 секунд. Вот, а дальше смотрю на отрезке 2 километра. Озберг добавляет и уже проигрывает 3 секунды Джесси Диггинс. А там всего лишь 500 метров после этой отсечки. Здесь Хайди Вэнк. Четвертая позиция. 22 секунды. Отрезок 5,3. Но больше интересно, что там у нас. Эбба Андерсен. Смотрю, пока еще она не прошла отрезок 4,8. Вот, смотрю, проходит отрезок 4,8. Бренан Рози. И показывает второе время в 12 секундах от Джессики. Здесь на этом отрезке дистанции Кристо Пермяковский. Десятое лишь время. 29 секунд отставания. Да, американки сейчас бегут очень неплохо. Но больше мне интересно, конечно же, что покажет Эбба Андерсен. Напоминаю, отрезок 3,3. Она меньше, чем в 3 секундах от американки находится. Также, конечно, посмотрим, что покажет на отрезке 3,3 у нас. Ингвильд Озберг. Здесь Пермяковский. 32 секунды. Практически уже отрезок 5,3. Здесь у нас отрезок 4,8. Керт Унискнен. Занимает шестую позицию, проигрывая 22 секунды. Вот Рози Бренан. Отрезок 5,3. И 10,6. На предыдущем отрезке дистанции 4,8 было 11,8. То есть здесь Рози Бренан немножко добавляет. Но преимущество в 10 секунд у Джесси Диггенс. И я смотрю, отрезок 4,8. Проходит его Эбба Андерсон. И выигрывает уже у Джесси Диггенс 7 секунд. Так что, кто говорил, что Эбба Андерсон сейчас не в форме. Я думаю, вы немножко ошибаетесь. Дельфин Клодель. Отрезок 1,5 километра. Смотрим за француженкой. Вот смотрю, отрезок 3,3. Лота Венг проходит с 11 временем, проигрывая 16 секунд. А где у нас Озберг? Озберг пока еще не показалось. А нет, все-таки Озберг на отрезке 3,3 показывает третье время, 5 секунд всего. Тут борьба получается между Джесси Диггенс, Эбба Андерсон и Ингельд Озберг. Ну и Рози Брэннон тоже не будем списывать со счетов. Ну и нам окончательно показывают диспозицию спортсменок на разгоне. Флора Долси, отметим француженку, здесь показывает третье время. А Дельфин Клодель пока 8 секунд проигрывает. 11-я позиция. Итак, Эббу Андерсон нам показывают. Стремится она к отрезку 5,3. Напоминаю, что на 4,8 она уже выигрывала. 7 секунд. Посмотрим, как сейчас. Уже 10 секунд добавляет Эбба. И Шведка. Уже больше 10 секунд выигрывает у Джесси Диггенс. Здесь видим, за Шведкой уцепилась у нас Дельфин Клодель. Неплохое сотрудничество. И Ранхельд Хага на финише. Первая отстартовала она и первая, естественно, финишировала. Итак, смотрю, там еще у нас на отрезке 4,8. С пятым временем отмечается Силье Теодорсон, но проигрыш 27 секунд. Джесс Диггенс, отрезок 8,1. Естественно, она здесь будет выигрывать. Но самое интересное событие происходит за спиной американки. Там мчится на всех парах Эбба Андерсон. Ну, видим, здесь американка выигрывает практически 30 секунд у второго места. Там еще у нас немка неплохие скорости показывает. Виктория Карл на отрезке 4,8. 23 секунды проигрывает. Пятая позиция. Так что здесь еще не только за победу, но и за призовые позиции не все ясно. Также здесь и Флора Долси. Француженка на третьей позиции проигрывает. 17 всего лишь секунд. Так, Силье Теодорсон. Проигрыш уже 31. Отрезок 5,3. И пятая позиция. Что ж, у нас француженка. Флора Долси неплохо бежит. Отрезок 5,3. Проигрывает она 21 секунду. И третья позиция. В 11 секундах от Джесс Диггинс. Эбба Андерсон первая. Здесь борьба идет за третью позицию между Долси, Рози Бреннан. Виктория Карл. Карл буквально в 4 секундах от француженки. Ну и Силье Теодорсон может тоже побороться. Хотя у нее проигрыш уже. Сколько у нее проигрыш относительно третьего места? Около 10 секунд. Итальянка неплохо также отмечается на отрезке 5,3. Франческо Франчи занимает она 6 позицию. Проигрыш 28 секунд. Так что тут и итальянка может посражаться. Херту Нискани на отрезке 5,3 уже получается 8. 32 секунды проигрыш. Но если Финка добавит, то тоже может посражаться за серебро. Вернее за бронзу или серебро, да. И вот нам как раз итальянку показывают. Да, итальянка неплохо бежит. Отметим ее, конечно же. Ну вот смотрю на отрезке 4,8. Отмечается Ингвельд Флюкстадт Озберг. И проигрывает она всего 10 секунд. Эйби Андерсон. Тут борьба за вторую позицию происходит у нас. Она в 3 секундах от Американки. Янатова на финише. Пока вторая в 9 секунд проиграла Хаге. И вот-вот должна уже пройти отрезок 5,3. У нас Норвежка Ингвельд Озберг. Надеюсь, ее покажут. А пока показывают финиш. Жулии Керн. Девятого номера. 32 секунды. Она проигрывала Джесси Диггенс на отрезке 8,6. Сейчас она вторая. В 4 секундах от Хаге. Так, на финиш стремится Джесси Кадиггенс. Одна из лидеров. Ну и конечно здесь ей необходимо мощно отработать финиш. Я смотрю там на отрезке 6,6. Подсбавила немножко Эбе Андерсон. И выигрывает у Американки. Всего 8 секунд теперь. Так что здесь еще не все ясно. Тоже и в борьбе за победу. Так, отрезок 8,1. Здесь Рози Брэннон. Относительно Джесси Диггенс она проигрывает. Около, наверное, 15 секунд будет. Да, ровно 15 секунд. Продолжается у нас гонка на 10 километров. Женский забег. С раздельного старта. Свободный стиль передвижения. Керту Нисканен на финише. Итак, сколько же она проигрывала на предыдущем отрезке дистанции? 25 секунд Джесси Диггенс она проигрывала. Естественно, на финише тоже проиграет. Но вот сможет ли она обойти Хагу? Хага ей около 2 секунд проигрывала всего. На отрезке 8,6. И посмотрим Керту Нисканен. В борьбе с Хагой. Пока за вторую позицию промежуточное место. И все-таки Нисканен обходит Хагу. Занимая пока вторую позицию. Я вот дальше смотрю отрезок 8,1. Здесь Эба Андерсен. Сейчас нам ее показывают. Посмотрим, какой результат будет. Напоминаю, что на предыдущем отрезке дистанции она немножко сбавила относительно американки. И что сейчас будет? 8,1. Отрезок. И уже преимущество возрастает. Шведке она добавила явно 16 секунд. Джесси Диггенс проигрывает шведке. Эба Андерсен бежит на первой позиции. Смотрю, что у нас происходит на отрезке 5,3 км. Здесь Ингвит Флюкстадт-Осберг на третьей позиции в 13 секундах от Эбы Андерсен. Дельфин Клодель также выходит на четвертую позицию 13,8 всего лишь проигрывая. А здесь у нас на финише Хэйди Вэнг. Финиширует она на седьмой позиции. Проигрыш 44 секунды. Так, видим здесь. Ну, результаты француженки. Очевидно, что она бежит за Эбе Андерсен. Неплохое соседство у француженки. И она, естественно, сейчас бежит неплохо по дистанции. Цепляется за шведку. Смотрю на отрезке 8,6. Еще одна француженка Флора Долси на четвертой позиции идет и проигрывает 41 секунду. Эбе Андерсен. Здесь Эбе Андерсен уже выигрывает почти 20 секунд у американки. Кристо Пермякоцки на финише. Но довольно низкая у нее позиция была. 13 место. И сейчас пока в десятке. Но явно, что в десятке финка не останется. Рози Бреннан. Там еще нам показывают и норвежку. Хелену Марию Фоссесхольм. А как у нас, интересно, Фоссесхольм бежит. На отрезке на экваторе гонки. Фоссесхольм 21, 44 секунды проигрыш. Рози Бреннан на финише. Сильета Дорсон, отрезок 8,1. Пятая позиция, 36 секунд. Ну что ж, у нас тут показы. Медали сражаются между собой Осберг и Кодель. На отрезке 5,3 между ними всего лишь 0,7 секунды. Но у Дельфин Клодель есть такой локомотив, как Эбба Андерсон. И француженке, конечно, в этом плане очень повезло. И на финиш бежит Эбба Андерсон. Одна из лидеров этого забега. Ну и главный фаворит. И, возможно, это будет триумфальное возвращение на Кубок Мира. Швед Киэбба Андерсон выигрывает уже 20 секунд у Джесси Диггинс. Неплохо она отработала финиш. И пока она финиша, она первая. Но там все будет зависеть, конечно, от Дельфин Клодель и Ингвит Флюкстадт Озберг, как они бегут. Я вот посмотрю следующий отрезок дистанции 6,6. Здесь у нас Дельфин Клодель вышла на третью позицию. Также рядом с ней Дельфин Клодель, француженка. Очень важно отмечу, что проигрывает всего лишь 11 секунд Эбби Андерсон. Здесь Джесс Диггинс была второй, проигрыш 8 секунд. И, конечно, Ингвит Флюкстадт Озберг здесь буквально в 0,6 секундах от француженки. И очень важно будет, какие результаты спортсменки покажут на следующем отрезке дистанции 8,1. Финиширует Сильета Адорсон. Четвертая позиция, проигрыш 42 секунды. Тут она американке немножко проиграла Рози Брэннон. И вот я жду на отрезке 8,1, что покажет француженка Дельфин Клодель. Теперь она работает в одиночку. И очень напряженная борьба за вторую позицию. Меня ждут Джесс Диггинс и Ингвит Флюкстадт Озберг. Виктория Карл на финише. Проигрывает она здесь Сильета Адорсон. Керту Нисканен. Нет, Керту Нисканен все-таки обходит и занимает пятую позицию. Здесь довольно плотные результаты. И вот нам показывают Дельфин Клодель. Отрезок 8,1. Очень важный отрезок дистанции. Итак, я думаю, секунд 10 будет проигрывать. И выйдет она на вторую позицию. Да? Даже меньше. 7 секунд. Выходит француженка на вторую позицию. Обходит Джесс Диггинс. И француженка бежит на втором месте. Интересно становится. Там интересно также, как отработает финишные отрезки дистанции Ингвикфлюстадт Озберг. Она может и американку потеснить. И вот Озберг нам показывает ее на финише. Смотрю на отрезки 8,6. Между американкой и норвежкой было всего лишь одна секунда. Стремится на финиш и... Нет, все-таки проигрывает она американке. У Джесс Диггинс был лучший финиш. Третья позиция. 24 секунды отставания. Ну и в этом противостоянии четверто лишнее будет, скорее всего, норвежка. Так как там дельфин Клодель неплохо бежит. Итак, смотрю, француженка все-таки показывает на отрезке 8,6 второе время. И проигрывает 8 секунд. Но относительно американки она добавила. Джесс Диггинс здесь проигрывает ей. Получается 11 секунд. Ну что ж, француженка бежит по второму месту. Но не думаю, что все-таки у дельфин Клодель получится добавить на последних полутора километрах, чтобы приблизиться к Эбби Андерсон. А вот вторую строчку он, конечно, может удержать. Да и можно сказать обязан. И смотрим, дельфин Клодель на финиш стремится. Пока ее еще ведут по Эбби Андерсон. Все-таки у нее в основном преимущество благодаря ее комплекции на подъемах. Здесь уже больше равнины. Идет спусковая часть дистанции. Помним профиль трассы. Последние полутора примерно километров в основном на спуск. Ну и видим, здесь уже Эбби Андерсон она проигрывает. А вот Джессику Диггинс должна обойти. Француженка. 10 секунд остается. Ну и 13 секунд. И все-таки поздравляем француженку. Дельфин Клодель со второй позицией. Эбби Андерсон с победой. И Джесс Диггинс с третьим местом на сегодня. Все-таки интересная борьба получилась в женском забеге. И это еще и более высокая позиция на этой перформансе. Так вот. Итак, Эбби Андерсон побеждает. Дельфин Клодель 13 секунд проигрыш. Джессика Диггинс третья позиция 20 секунд. Дальше у нас Ингвид Флюкстадт-Ойсберг на четвертой позиции. 24 проигрыш. Рози Брэннен пятая. Сильета Дорсон шестая. Виктория Карл седьмая позиция. Керту Нисканин восьмая. Отметим также девятую позицию Флору. Флоры Долси, француженки. 48 секунд отставания. Замыкает десятку. Ранхильд Хага, норвежка. 48 секунд проигрыш. Джулия Керн, одиннадцатая. Тереза Штадлобер, двенадцатая. 55 секунд отставания. Катерина Юнатова на тринадцатой позиции. 57,6. Дальше Эвелина Пипа, финка, четырнадцатая. 59 секунд отставания. Минута 0,4. Минута 0,5. Проигрыш Хелены Марии Фоссесхольм. 15-я позиция. Хэйди Вэнк у нас также одинаково время показывает с Фоссесхольм. И они размещаются на пятнадцатом месте. Дальше у нас итальянка Франциско. Франчи. 17-я позиция. Минута 0,5. И с половиной секунд. Так, дальше Катерина Ям. Разумова 18-я. Пиа Финк 19-я. Кристо Пермякоски замыкает двадцатку. Минута 12. Вот и Лото Уднас Вэнк не получилась сегодня гонка. 21-я позиция. Минута 13. Кого еще отметить? Ясмиенцу 26-я. Вот Ева Уривц. Все-таки у Славянки сегодня тоже гонка не получилась. 3 минуты 42 секунды проигрыш. 37-я позиция. У нас не финишировала Ани Кюнен. 25-й номер. Ну а здесь первая тройка. Триумфальное возвращение Эбе Андерсон. Вторая позиция также у француженки Дельфин Кладель. И третье место за американкой Джессикой Диггинс. Все-таки она сегодня не победила, но сражалась. И видно, что довольна. В призовой тройке по итогу этой гонки разместилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА